Друзья мои, всем добрый день! Возможно, вам интересно узнать, как надо укоренять филадендрон краснеющий, но кто-то из вас скажет, что его там укоренять, если у него и так есть корни воздушные, правильно, у него есть воздушные корни, да, уже предвижу такое, может быть, маленькое недоумение, потому что, посмотрите, какие они шикарные, что с фокусом, что с фокусом, что с фокусом, все, окей. Как только они попадают в влажную среду, в почву, там, в воду, тем более, если вы там все время, да, брызгали, они живехонькие, здоровехонькие, они начнут тут же разветвляться, посмотрите, как их много, из одной точки вот идет, и будут функционировать. Все прекрасно, да, но, но, представьте, что бывают еще и вот такие, которые уже успели высохнуть. Ну, вот этот корень, вот этот корень, вот этот корень, это уже и не корень, это уже бывший корень, они высохли. Из вот этой вот точечки, вот, из этого узла, пожалуй, только один вот и растет нормальный, адекватный корешочек. Фокус, фокус, фокус. Вот. Нет, вот. Но этого недостаточно. А бывает, что в каком-то, вот, какой-то узел, и все, все восемь или девять корешочков высохли. Ну, давайте еще раз посмотрим, чтобы понять, о чем речь. Вот, допустим, вот вы берете верхушечный черенок, вот, вот этот вот, самый, 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 самый верхний, срезаете. Конечно, здесь есть, ну, допустим, еще не корни, но зачатки корней. Вот, они живые, прекрасные, замечательные, малюкусинки. Они только ждут команды, чтобы начать расти. Если вы вот так вот срезаете, или вот так срезаете, и вот это помещаете в почву, вот этот отрезок, все, все будет нормально, он пойдет расти. Или в воду помещаете, а потом в почву. Все будет прекрасно. Но если на каком-то фрагменте, допустим, вы взяли весь стебель у вас, не вот такой, как у меня здесь, а аж двухметровый, и вы его весь изрезали на кусочки, чтобы друзьям раздать, кому-то достанется фрагментик вот с такими только лишь сухими корешками. И они не восстановятся никогда. Бывает даже, что они уже совсем там отвалились, отсохли. Вот такие вот неживые, в отличие от вот таких вот. И что? Разве этот черенок уже не жилец? Вот на этот вопрос я вам сейчас отвечу. Так, ладно, здесь мы уже все осмотрели, я вам теперь покажу вот этот. Итак, представьте себе, мне достался полтора года назад вот такой вот черенок. Ну, это было мое же растение, изрезанное на кусочки, а потом мне же, я же его и обратно забрала. Потому что его там без меня разрезали и высушили нечаянно. Вот этот вот фрагментик, вот этот вот зелененький, можно сказать, карандашик, мною был поставлен в банку. Это было в июне месяце 16-го года, и он где-то, наверное, ну, больше года, месяца в 14 или 15, так и простоял. Вот таким просто зелененьким кусочком стебля. Вот это тоже было зелененькое, сейчас оно высохло. Вот, и он как-то каким-то чудом существовал. За счет вот этого хлорофила, содержащегося в этом стебелечке, то есть у него не было зеленых листьев, но он жил вот так вот, в таком виде, как голова профессора Дойля. И было две почки. Вот здесь вот одна была, сейчас она уже... Так, я сейчас немножечко тут и загляну. Да, она уже не жива. И почечка была одна вот здесь вот. Ну, неловкость моих движений вызвана тем, что я через объектив на все это дело смотрю. Вот здесь вот была еще одна почечка. Вот здесь, понимаете? И больше ничего, просто... Ну, что такое почечка? Маленький бордовенький бугорочек. Вот на этом вот зеленом стебелечке. И больше ничего. И так он больше года простоял в воде. Ну, конечно, он был накрыт, чтобы там было влажно внутри. Вот. А корешочки вот здесь, вот они вот, понимаете, они как были сухие, так и они остались. Вот они, вот эти отсохшие, заморожшие корешочки. И в конце концов из этой почки пошел росток. Это было осенью семнадцатого года. Вот. Вот. Я особо не надеялась. Просто он же мне не мешал, стоял в воде. Вот. И как только пошел этот росток, он начал мгновенно набирать рост. Вот такой вот он уже сейчас. И корни. А корни выросли не из тех отсохших фрагментов. То есть вот это место уже для корней не перспективно. Вот где я пальцы держу. А новый росток уже имеет свои корешки. Ну, вам видно. На экране будет лучше видно, чем я это вижу. Объектив. Ну, вот мне очень кажется, что я все понятно объяснила. Давайте еще раз пройдемся. Значит, если корни вот такие живые, как вот, например, вот здесь, вот. Нам нужно, чтобы хотя бы на черенке был какой-то один узел с живыми корнями. Если такой имеется, то с укоренением проблем не будет. Можно сказать, что растение уже укоренилось. Если же корни высохли, то может черенок выжить. Допустим, он у вас в дефиците. Вам достался один-единственный, и вы его бережете. Он может выжить за счет того, что даст вот такой вот новый побег. Единственное, вы должны, во-первых, посмотреть, есть ли там хотя бы одна почка на этом черенке. Вот эта почечка, вот эта почечка. Едва заметно. И здесь такая же была. Здесь была точно такая же. Вот они две здесь были. Вот эти корни высохли, зачатки корней не росли, высохли, умерли. И черенок прожил в баночке. А то в баночке, то в стаканчике. Больше голубого. И во-вторых, дать ему подходящие условия. То есть влажную среду и, наверное, солнышко. Потому что у меня он начал укореняться еще прошлым летом. Но здесь нужно много терпения. Я это называю поставить и забыть. Единственное, надо накрыть чем-то. У него он был накрыт, чтобы там влага была внутри. Вот. И на укоренение ушло больше года. 14 или 15. Так что, всем приветик от Владендрона. Спасибо за внимание. Всем пока.